В минувшую субботу в Белоярском ждали гостей. Около 15 лучших боксёров и их тренеры прилетели на Кубок нефтяных стран. По традиции в аэропорту их встречали местными югорскими угощениями – ягодами и орехами. Надеемся, что вам всё понравится и у вас останутся самые хорошие впечатления. Вам хорошей подготовки к этому знаменательному Кубку. В честь российского триколора на ринге Белоярского будут защищать чемпионы Европы и мира, мастера спорта международного класса. В их числе и Андрей Замковой – призёр Олимпийских игр, чемпион мира нынешнего года, капитан нашей национальной команды. Дорога была очень тяжёлая. Три перелёта, три пересадки. Мы всё-таки это сделали, долетели. Сейчас поедем в гостиницу, отоспимся. Я так думаю, вечером небольшую лёгкую тренировочку сделаем, встряхнёмся. И с завтрашнего дня уже полноценно начнём тренироваться, готовиться к турниру. Боксёры проведут десятидневные тренировочные сборы, чтобы адаптироваться к северным условиям. Важно при этом не заболеть и вписаться в рамки своей весовой категории, рассказал главный тренер нашей национальной сборной Виктор Фархуддинов. «Основная цель – акклиматизация, подготовка к международному турниру, который на Кубку. Думаю, что в основном специальная работа. Работа снарядная, работа в парах, индивидуальная, работа с тренером. В принципе, идёт подготовка уже к этому основному мероприятию». Этот турнир для боксёров – серьёзное испытание. Ведь по его результатам можно будет попасть на отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио, который пройдёт в Лондоне весной. Елена Воротникова, Пётр Михалап. Время новостей. Белоярский.